Продолжение следует... Отлично. Кто такие хоумлендеры? Домоседы? Отлично. Ну и, соответственно, бэби-бумеры, потерянное поколение. Все мы это знаем. Смотрите, тему обозначили... Я немножко объединил. То есть мы поговорим о тех людях, которые находятся в нашей компании. Перейдем, поговорим о нас с вами. Поговорим то, что у нас есть и то, чего у нас не хватает. Ну и постараемся найти варианты выхода из этой ситуации. А может у кого-то ситуация такая, что выходить никуда не надо. Там все очень хорошо. Значит, тут много рассказывали кто, что... Я не буду вот это все показывать. Надо с чего-то начинать. Моя фотография. На самом деле мы сейчас начнем прямо с ходу проверять ваши, так сказать, навыки и компетенции, которые требуют от нас нынешняя ситуация в профессиональном развитии. Все слышали, что soft skills – это надпрофильные компетенции. У нас есть hard skills, soft skills, то, чем у нас учат, чем мы пользуемся. Наша задача понять, что у нас есть. Скажите, кто со своими сотрудниками общается сейчас через мессенджеры, через коммуникаторы? Отлично. А почту не забываете? Нет, не забываем. Соответственно, скайп, различные видеосообщения. Смотрите, вот здесь QR-код. Кто-нибудь попробовал его уже сфотографировать? Получилось перейти? Отлично. Я как раз, нет, я просто проверил, будет ли в этом зале переходить по... На самом деле задача не в этом. Задача в другом. Внизу, видите, написано soft skill club. Причем skill в единственном числе, не skills. Просто skills, если брендировать это название, уже 130 тысяч стоит. А я как человек, который считает деньги и экономику, решил одной буквой пожертвовать, и мне это обошлось в ноль рублей. Поэтому Telegram мессенджеры присутствуют у вас? Telegram soft skill club. Пишите, находите. Там есть небольшая встреча, в которой есть две ссылочки. Для тех, кто не смог QR-кодом воспользоваться, там будет прямая ссылочка на этот опрос. И вторая ссылочка – это сайт программы. Там просто есть некоторые тезисы, некоторые направления, которые расскажут, в чем можно развиваться, как это делается. А я про это сегодня более подробно расскажу. Этот опрос не просто так. Скажите, давно ли вы учились? Вчера. Вы знаете, да, у меня там два высших образования. У меня кандидатская, к сожалению, пока не защищена, она в подготовке. Это как раз один из элементов исследования, который ляжет в мою работу. Я пошел учиться. Я уже три месяца учусь на курсах переподготовки. Мне мало. То есть те знания, с которыми я сталкиваюсь, я понимаю, что мне мало книг. Мне нужны специалисты, которые их расскажут. И остановиться, к сожалению, пока не могу. Один раз попробовал развиваться, все, без тормозов, иду вперед. Но читая про людей своего склада, своего характера, своего психотипа, я не смог определиться, а кто я. Я миллениал? По возрасту нет, я поколение X. Я в X. По тому, как я себя веду на рабочем месте, я миллениал. По тому, как я общаюсь со своими сотрудниками, я поколение Z. Хотя поколение Z настолько не исследование, но они молодые. Им сейчас максимум 23 года. Максимум. Есть сотрудники у вас 23 года в компаниях? Ну как работается? Вот это огонь! Это сжечь! Мне приходится работать с людьми. Сейчас поколение. Я общаюсь, мои дети не считаются, там 10-12 лет. Мы с ними на одной волне. А мне приходится общаться, например, с детьми с 14, ну и выше туда. 14, 15, 16 в разных сегментах. Школьное образование, высшее образование. И я сталкиваюсь с тем, что я не всегда понимаю то, чего они хотят. Что их мотивирует? Я знаю четко, что мое поколение мотивирует. Я знаю тех, кто меня помладше на 10 лет. Я знаю четко, что их мотивирует. Но что мотивирует их? Что заставляет их двигаться вперед? А я же как руководитель. Мне нужно достигать результатов. Поэтому сегодняшняя тема – опросы. Если у вас сейчас возникнут вопросы, не уверен, что мы успеем на них все ответить, я готов через мессенджеры, через контакты, через почту в любом случае ответить. Если вы пройдете мой опрос, в конце есть, например, я поставил такую вещь, как если хотите узнать результаты опроса. То есть я буду писать исследовательскую работу, делать выводы, почему каждый вопрос был задан, с чем это связано. Если вы мне укажете там свой email, я вам точно так же напишу. Если у вас сейчас появится вопрос, вы прямо в это поле и напишите его. Я с вами встретилась, у меня вот такой вопрос, расскажите мне, что это. Я обязательно отвечу. Значит, идем дальше. Программа на сегодня. Поколение XYZ. Вы знаете, прям хотел сюда ставить картинку с забором. И на заборе, чтобы кто-нибудь написал XYZ. Потому что приблизительно все это и напоминает. Поговорим, какими талантами они обладают, какие плюсы, какие минусы. И что нам нужно? Так, нескромный вопрос. Я еще опрос не видел, результаты. Кто здесь является руководителем? Вот именно руководитель. Так, большинство. Это руководители высшего звена, среднего звена, линейное управление? Высшего, да? Владельцы компании есть? Есть. Топ-менеджмент? Есть. Среднее управленческое звено? Отлично. Подчиненные. Тот, кто… Я понял, у вас… Поговорим, какие плюсы мы можем вынести из знаний о наших сотрудниках. Поговорим о soft skills. Ну и что делать, как будем из этого выходить. Понеслась. Кратенько про историю. Бэби-бумеры, поколение X, поколение Y, поколение Z. Самое интересное, вчера супруге показал презентацию, она мне говорит, слушай, а вот ты всех называешь бэби-бумеры. Я говорю, ну да, это вот люди, которые после периода такого страшного, там был всплеск. Она говорит, вот миллениалы есть, да, ты там назвал уже людей, домоседов, поколение Z. А поколение X имеет название? Вы знаете, я полез гуглить, я полез в Яндекс, в поиски искать. У поколения X, к сожалению, второго названия нет. Я очень сильно расстроился. У всех есть по 2-3 названия, у поколения X нет. Тем не менее, есть Мария, 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 сейчас скажу, как ее зовут. А, Евгения Шамис в России занимается как раз вот этими вопросами. То есть, если в 91-м году наши западные коллеги теорию поколений выдвинули и начали про нее сильно рассказывать, показывать, изучать, то в России этим занимается вот как раз Евгения Шамис. И по ее материалам был представлен очень хороший такой таймлайн, который показывает приблизительно, как выглядит человек, если он сейчас жив, из того или иного поколения. Да, есть еще те, кто там в 20-х, в 10-х, 1910-й, 20-й год. Есть такие люди, соответственно, дальше молчаливые, бэби-бумеры, поколение X, поколение Y, поколение Z. Но нас сейчас интересуют больше два типа. Это поколение миллениалов, поколение Y, и так называемые хоумлендеры, поколение Z, домоседы. Все имеет свою первопричину, почему их так называют, чем это обусловлено. Это и социальное положение, и страна, в которой они находятся, и ее экономическое развитие. Все повлияло на то, что сформировало, так сказать, психологические типы и поведенческие нормы в данных поколениях. Поколение X. Мне нравится поколение X по одной большой причине. Я из поколения X. Но я вот сейчас вам рассказал про различные поколения, а есть еще поколения, которые называют пограничники. Это плюс-минус 3-5 лет в разные стороны от тех грани, которые дают. Они совмещают в себе признаки смежных поколений. Было проведено большое исследование, которое показало, что число миллиардеров на Западе было оценено. Мы сравнили, в какое время они родились, попытались их оценить с точки зрения оценки поколений. И выяснилось, что большинство успешных людей как раз оказались пограничниками. Мне нравится, я тоже пограничник. Да, я миллиард не заработал, но это не означает, что я не хочу его заработать. Поэтому я прилагаю все усилия, чтобы его зарабатывать. Поколение X отличает техническая грамотность. Поколение X очень сильно печется о собственной безопасности и безопасности своей семьи. Они индивидуалисты. Они решают все проблемы самостоятельно. Это поколение X. Если такой сотрудник у вас есть, а мне сказали, надо кем-то управлять. Мы сейчас поколением X практически не управляем. Поколение X находится в среде управленцев. Это минимум среднее управленческое звено. Но в большинстве случаев уже к 40 годам, 40-45, это уже топ-менеджмент. По моим данным, я знаю сейчас в крупном холдинге, пришел на крупную позицию парень, но он вообще миллениал, 29 лет. Так что все меняется. В работе щепетильны. Доверяют только профессионалам. Если вы в работе встретитесь с поколением X, ждите, что на переговорах вас первые 15-20 минут будут прессовать. Это нормальное явление для поколения X. Проверить на стрессоустойчивость своего оппонента. Если вы выдержите удар, дальше будут идти с ним дела. Поколение X достаточно стрессоустойчивое. Поколение X – отличные переговорщики. Потому что всегда надеется только на себя. В отличие от них, если придется работать с поколением X, самое главное – уважать их профессиональные навыки, их профессионализм и не забывать спрашивать у них совета. Они могут этого и не признать, но они это очень любят. Поколение Y – это свободолюбивые. Для них самое важное – комфорт. Это люди, на которых возлагали надежды в плане того, что они появились в цифровую эпоху. К сожалению, констатирую такой факт, что люди, родившиеся в период поколения Y, миллениалы, цифровыми технологиями, к сожалению, владеют хуже, чем поколение X. Мы еще отдельно поговорим о поколении Z, которые, мягко говоря, чуть ли не со смартфоном родились. Там у них другие особенности. Но в то же время, если у них спросить, как это работает, никто ничего не расскажет. Они будут постить видео, снимать блоги, проводить какие-то опросы. Но если спросить, как это работает, на что это направлено и вообще, как можно это улучшить, они ничего не расскажут. Это точно так же, как сдавать ЕГЭ. Мы выучили, как поставить галочку, почему мы ее ставим, мы не знаем. Как ездить на коробке автомат. Сейчас я с этим борюсь. Я детей посадил за руль. Ну как посадил за руль? Он сидит рядом и включает коробку передач механическую. Я хочу, чтобы он понимал, почему машина может на разных передачах по-разному ездить. Конечно, если он поймет механику, он будет легко ездить на автомате. У поколения Z этого нет. Миллениалы, я так скажу, мне нравится с ними работать, потому что я тоже люблю комфорт. Я очень люблю, как организовано пространство. Фирмы прогрессивные, Google, Яндекс, Amazon, офисы создают именно таким образом, чтобы в нем хотелось жить. На самом деле это огромная манипуляция, вы понимаете, да? Сотрудник, зачем ему уходить? Он будет работать у нас здесь в компании, здесь же и жить. Вопрос в другом. Часто ли вам доводится работать во время отпуска? Вот это, это что значит? Вот это. Так, хорошо, кому приходится, давайте обратную сторону, как часто вам приходится отдыхать во время работы? Что за глупый вопрос? Приведу, я просто к чему веду, про поводу комфортности. Миллениалы, они в большинстве своем фрилансеры. филансеры. Они работают там, где комфортно. Мое руководство, да, я руководитель определенного направления, у меня есть там небольшая компания, ну, как говорится, просто у нас генеральным директором в России быть гораздо сложнее, чем преподавателем. Вы все прекрасно понимаете, поэтому я преподаватель. И ситуация такова, что мое очень высокое руководство считает, что я работаю только тогда, когда нахожусь в своем кабинете. А так ли это? Разве каждый из вас не ведет деловые переписки со смартфона, не решает вопросы тогда, когда они появились по телефону, в дороге, в метро, в самолете? Как только появляется связь, мы сразу решаем. А можем ли мы разделить отдых и работу? Можем ли мы в какой-то момент остановиться и не работать? Мы строим свои отпуска вокруг нашей работы, так ведь? Если у вас будет проект, кто-нибудь в отпуск уйдет? Нет, никто не уйдет, я не уйду. Только фишка в том, что я знаю, когда у меня будет проект, и он никогда не совпадет с моим отпуском. Ну, это обязательно, мы про Россию говорим. Нет, 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 кросс-культурное, социальное по стране очень сильно отличается. Приведу недавний пример. Он произошел буквально, у нас 12 праздник, среда была, да, прошлая, вторник, 11. 11 числа получилось так, что несмотря на то, что я повез жену отдыхать на море, были вопросы, которые мне необходимо было решать. 11 число. Скажите, как долго в офисах работали люди? Полдня, полдня. А давайте возьмем региональный аспект. В Москве еще трудоголики. Если это какой-то регион, там уже часа в два закончили работать. Я сижу, переписываюсь, мне надо отправить официальное письмо, запрос, получить на него ответ. Наконец-то мое руководство все это сделало, все это отправило. Я прошу, когда мы можем поговорить об обратном письме, нужно подтверждение о том, что все наши договоренности в силе. Мне говорят, Николай Александрович, сегодня короткий день, сегодня вы не хотите отдохнуть. Ну вот чисто по-человечески мне пишут в мессенджере. Я уже не сдержался, говорю, мне не скромно признаваться вообще так. Я только что спустился с гор, я лежу на пляжу, у меня ноги находятся в море и рядом стоит черешня. Мне очень хорошо. В ответку я думал, сейчас начнется какие-то гневные, говорят, я хочу с вами в проект. И мне понравилось, как Глеб Архангельский говорит, мы не должны строить наш отпуск вокруг работы, мы должны работу строить вокруг нашего отпуска. Если мы хорошо отдыхаем, мы хорошо работаем. Хорошо работаем, мы можем обеспечить себе хороший отпуск. Но разделить личное, профессиональное очень тяжело. Очень тяжело объяснить руководству, подчиненным, что работать надо тогда, когда есть работа, а неформально сидеть на рабочем месте. На сегодняшний момент 19-22-летние ребята спрашивают, нам нужна работа. Они готовы сидеть в спортзале администратором, получать 15 тысяч рублей за огромное количество часов, которые там они находятся, лишь потому что он пришел и сидит, и 15 тысяч рублей получает. А если ты ему говоришь, что если ты проведешь акцию, ты проведешь, напишешь медиаплан, составишь план реализации проекта, ты уже можешь иметь 60 тысяч чистыми, то есть налоги будут оплачены. 15 и 60. Работа не сильно по времени будет меняться. Сколько людей хочет работать за 60 тысяч? Никто. Никто не хочет. Все считают, что получив высшее образование, можно прийти в компанию, сразу получать 80 тысяч и быть большим начальником. Сериал «Миллиарды» смотрели? Посмотрите, там очень классный такой момент есть, когда парень вскочил и говорит, да я с 23 лет работаю, я знаю про рынок недвижимости, все. Ему говорят, так, успокойся, тебя папа в 23 года назначил исполнительным директором, ты сидел в кабинете и ничего не делал. Таких детей у нас очень много, и нам приходится с ними работать. Но вернемся к нашим поколениям. Разделяем и управляем. Что же в работе? Комфорт, фрилансеры, гибкий график. Зачастую поколение Y, миллениалы откажутся от высокой зарплаты, если не будет удобного графика. Но с другой стороны, как сказала одна компьютерная компания, какая система мотивации, какая корпоративная культура? Мы просто хорошо платим, и все работают. Но мы в России понимаем, что не всегда получается платить столько, сколько человек заслуживает. Ну и в общении с миллениалами необходимо их хвалить. Если X оценивать, профессионализм, спрашивать помощи, то здесь им нужен фидбэк, что они сделали все хорошо. Кстати, они очень сильно, ну поколение Z точно так же похоже на поколение миллениалов. С ними их надо тоже поколение Z хвалить, но только там еще добавляется пунктик «все объяснять». Каждый пункт необходимо объяснять, что получилось, что не получилось, за что похвалил, за что наругал. Для них очень важны коммуникации. Ну и поколение Z. Огромнейшие навыки владения информационными технологиями, но с точки зрения именно пользователей, к сожалению, я буду это констатировать, они как пользователи великолепны. Но чтобы этим управлять, чтобы это что-то развивать, они, к сожалению, не доходят. Есть, конечно, индивидуумы, я встречаюсь среди детей, которые пытаются разобраться в какой-то технике. У моего товарища, ребенку 10 лет, он объяснял дедушке настройки компьютера, то есть как зайти, там пропал звук, соответственно, проверить драйвера. И мне было очень приятно, что 10-летний парень, кроме планшета, знает, как зайти в настройки компьютера и это найти. Мне приятно осознавать о том, что есть студенты, которые точно так же пытаются понять, почему это происходит, а не просто заучить. И вот по поводу работы. Как работать с постмиллениалами, с хоумлендерами? Да я не знаю, как с ними работать. Как по минному полю ходишь, что сработает, что не сработает. Все время что-то пробуешь. И танцы с бубном, и мотивацию, и стимуляцию, и наказание, и где-то похвалишь. То есть все способы. К сожалению, если по поколению X, по поколению Y уже выработаны определенные инструменты, по поколению Z информации просто не хватает. И если вы находитесь уже в бизнес-среде, и вам попадает такой человек, вам с ним работать будет крайне тяжело. Мне чуть проще. У меня есть студенты, и каждый год там 500-700 человек именно поколения Z через меня проходят. Я пытаюсь какие-то замеры делать. Даже сейчас тот опрос, который я для вас дал, у меня сейчас референтная группа получается от 19 до 57 лет. Я просто проверял первичные замеры, чтобы понять, насколько можно уже использовать эти данные. У меня самому молодому на вчерашнюю ночь было 19 лет, самому пожилому в этом опросе было 57 лет. Очень интересно смотреть, что на кого влияет. Ну и в общении с поколением Z это именно общение. Объяснять, рассказывать. Им нельзя, ну вообще как бы людям нельзя говорить о том, что ты сделал плохо, иди переделывай. Объясните, почему плохо. Объясните, почему хорошо. И работа пойдет гораздо лучше. Значит, вот у нас есть два основных поколения, о которых мы будем говорить в дальнейшем. Это миллениалы и постмиллениалы, домоседы, поколения Z. Среди тех и других у нас встречаются так называемые звездочки. То золото, которое мы находим в огромном потоке персонала, попадающих к нам в компанию. Мы как раз сейчас поговорим, как с этим золотом работать. Потому что с линейным персоналом, с простым сотрудником, с невыдающимся сотрудником, книг, практик, всяких ситуаций разобрано огромнейшее количество. А как работать именно с талантливыми сотрудниками? На что таланты вообще делятся? Что с ними делать? Какие инструменты им давать? Какими ресурсами их обеспечивать? Поэтому немного говорим о талантах. Есть два выражения. Талантами рождаются и талантами становятся. Есть еще выражение «талантливый человек талантлив во всем». Как часто вы встречали в своем окружении именно талантливого, гениального человека? Вот прям, чтобы вы прям сказали «вау, классно». Вот мы покрутили в голове, да, встретили. Это не массовый продукт. Их мало. И мы знаем, насколько они специфические, как с ними тяжело работать. Но с ними надо работать, потому что работая с талантливыми сотрудниками, мы получаем самые лучшие результаты. И талантливые сотрудники, к сожалению, будут выбиваться из общей конвы линейного персонала. В свое время, разрабатывая систему мотивации для крупного холдинга, мы вводили 10 параметров успешности сотрудника. То есть он должен соответствовать определенным характеристикам, проходить обучение, показывать определенные торговые свои навыки, длина чека, присутствие на рабочем месте, стаж. Ну, там 10 параметров крупных, то есть система была разработана. И у нас были звезды, которые по 7 пунктам из 10 абсолютно не подходили под критерии корпоративной системы оценки персонала. И в другом случае, ну, их хотели уволить. Здесь 7 показателей из 10 не работают, все, до свидания. Я говорю, а их нельзя оценивать по 10 критериям, они таланты, они приносят нам прибыль. На таких людях, да, они исключения, но для них давайте напишем вот это самое исключительное правило, по которым они будут работать. Значит, где можно встретить талантливых сотрудников? Таланты вообще определяются, то есть если мы талант определили, у нас всегда, как и у любого человека, есть два фактора, влияющие на нашу результативность. Желание и знание по факту. Если у нас есть знание и желание, это один человек. Если у нас нет знания, но есть желание, это другой человек. Вот немного, вот вариант, когда нет ни знания, ни желания. Надеюсь, вы с такими не работаете. Вот это у меня опять такой смех идет. Что происходит? Или работаете? Мы отдельно, тогда я вам напишу и спрошу, как с ними работать, потому что я таких людей стараюсь от них не держать у себя. Если есть желание, но нет знаний, чаще всего это молодые сотрудники. Понятно, что их надо учить, система адаптации, сопровождения, обучения, развития, контрольные показатели входных-выходных данных. Мы из таких сотрудников врастим себе смену, либо руководители направлений. Следующий момент, это когда у нас есть знания и нет желания. Тут чаще всего система в ценностях, в мотивах. Что с человеком движет, почему он, обладая знаниями, не делает эффективно свою работу. Это отдельно разбираем на мотивации, стимуляции, манипуляции и вообще управлении персоналом. Манипуляция – любимая тема. Что делать с теми, у кого есть желания и знания? Есть такие у вас сотрудники, у которых и желания, и знания? Они готовы пахать днем и ночью, они задают огромное количество вопросов, они предлагают какие-то проекты, они все время куда-то спешат. Что с ними делать? Это не ключевой вопрос, что с ними делать. А дело в том, что те, у которых есть и желания, и знания, и они это делают хорошо, это те наши таланты, с которыми очень тяжело работать. В свое время, проводя исследования, я обозначил две позиции. Это таланты-исполнители и таланты-изобретатели. По факту исполнители, они молодцы, они все классно делают, но чаще всего они делают задачу поставленную, мы ее решили. Мы пошли вперед, и я пошел. Но делаю это всегда все хорошо. Это тот, кто ведомый по факту. А вот изобретатели, они сами себе придумывают мотивы, они сами себе придумывают, зачем они это делают, они сами двигаются вперед и стараются еще за собой всех тащить. И часто такие сотрудники становятся неудобными. Это как раз спася нам на теории антогенеза Гумилева. Там вот эти люди отпочковывались от общности и создавали новые поселения. Я был, когда сделал доклад, мне говорят, а ты Гумилева читал, мне пришлось хотя бы в тезисах его перечитать. И я понял, что я такой же неудобный сотрудник, мне мало того, что есть у меня. Я хочу больше, я хочу двигаться дальше. Поэтому с изобретателями становится работать крайне тяжело. И что у нас получается? Изобретатель, с одной стороны, мотиватор для других. Руководство может брать его на заметку как лидера, как руководство малыми группами. Данный сотрудник может решать не тактические задачи, а стратегические, которые вперед на 5-10 лет. Ну хотя мы в России находимся, рассказывая студентам, что, ребят, вы пишите бизнес-план, напишите его хотя бы на 5 лет. Ну 5-летний. Я за последние лет 15 не написал ни одного 5-летнего бизнес-плана. Чаще всего, когда ко мне обращаются с каким-то проектом, мне уже просят, чтобы через полгода он вышел в окупаемость. А еще через полгода проект закрылся, и о нем больше никто не вспоминал. И когда, например, на какие-то крупные федеральные образовательные программы я пишу стратегию, что я в течение 10 лет хочу добиться определенного результата, мне говорят, не надо 10 лет. Давай, пожалуйста, к этой зиме. Не надо смотреть вперед, что будет впереди. Не мыслят. Таланты могут решать именно стратегически. Думать, что будет завтра. Если ты думаешь о том, что будет завтра, ты хорошо решаешь задачи, которые у тебя есть сейчас. Какие сложности в управлении могут возникнуть? Необходимы ресурсы. Дабы топливный бак был полон у данного таланта, и он двигался вперед. Руководители не всегда компетентны в тех вопросах, в которых компетентен их сотрудник. И вот здесь появляется опять проблема. Вместо того, чтобы чему-то научиться от этого сотрудника, мы его убираем, боязнь конкуренции. Мы такого сотрудника убираем. На моей практике очень много талантливых молодых сотрудников поубирали из крупных компаний, лишь потому что они были молодыми и талантливыми. Отсюда мы получаем вязкие корпоративные системы управления. И, соответственно, так как мы заговорили за компетенции, мы заговорили про нехватку их, боясь конкуренции, всплывает вопрос, а чего нам не хватает. Да, мы можем уметь пользоваться компьютером, но не вовремя его применять. Мы знаем, что есть Excel, а что он умеет делать, не знаем. Мы не умеем разговаривать, мы не умеем вести переговоры, мы не умеем планировать рабочее время, мы не умеем проводить совещания, мы не используем информационные технологии. Я вам задал вопрос, кто разговаривает с сотрудниками через мессенджеры. Большая часть зала, смело тут можно 80-90% из тех, кто присутствует, сказали, что да, используют. Но у вас и рынок достаточно интересный, у вас без коммуникации никак. Но есть куча руководителей, которые… Только почта, только телефонный звонок. И желательно позвоните на стационарный. К soft skills, так называемым надпрофильным компетенциям, в настоящее время относят четыре основных направления. Это коммуникации, управление собой, мышление и менеджмент. Менеджмент – цели полагания, делегирование, тайм-менеджмент. Мышление – это умение структурировать, проводить совещания, использование стратегических майндмэппингов, для того, чтобы креативное мышление, дизайн мышления – это туда. Коммуникации – разговаривать, вести переговоры, писать документы, писать проекты. Ну и управление собой, модное слово – биохакинг. Не люблю его последователи, потому что они считают, что с помощью генов травки можно зеленых растений, овощи продлить жизнь. Секты есть такие. Я говорю о том, что зная собственные ресурсы организма, можно эффективность своего организма повышать до максимальных возможностей. Скажите, вы будильником пользуетесь утром? Штук 5-7 ставите? Надеюсь. Будильником уже лет 12 не пользуюсь. Организм привык. Даже в отпуске я в 6 утра просыпаюсь, правда в 10 вечера вложусь, чтобы не происходило, жена меня за это ненавидит. С видом на море хочется бокал венца выпить, а я уже спать. Организм привык. Точно так же, когда спать, когда есть, когда делать умственную работу, когда делать рутинную работу, когда разгребать почту. Вот зная собственные возможности управления собой, мы можем в определенные периоды времени, времени года, времени суток, быть эффективными. Определим несколько направлений, которые являются в настоящий момент одними из самых актуальных и прослеживаются практически в любой профессиональной деятельности. Это работа вне зоны комфорта, стрессы, состояние депрессии, состояние напряженности, как с этим работать. Это проектное мышление, работа в команде, лидерство. Зачастую сотрудник не понимает, как его задача влияет на другие задачи его компании. Слишком узко смотрит. Дальше. Информационные технологии. Ну и в конце я написал биохакинг, потому что если ты чувствуешь себя в течение 24 часов хорошо, это здорово. Но есть последствия. Эффективным быть всегда нельзя. Наша задача знать, когда мы эффективны, когда неэффективны. И в завершение у меня есть такая любимая байка, когда я с кем-то знакомлюсь, рассказываю про биологические часы, говорю такую вещь. Я не пользуюсь будильником, и у меня такой принцип. Если я утром проснулся, я иду на работу. Если я утром не проснулся, я не иду на работу. И все мне говорят, вау, классно, хотел бы я такую работу. На самом деле здесь не в работе дело. Я просто знаю, когда я проснусь, и знаю, когда я не проснусь. Есть, конечно, еще случай, когда я не буду знать, что я не проснусь, но это уже отдельный разговор. Тем не менее, если я знаю, что у меня наступил период напряженности, я никогда не запланирую срочных встреч. Постараюсь их перенести. Точно так же, как со сделками. Бывает такое, вы заключаете сделку, но у вас какой-то форс-мажор, и вы накануне, и вам нужно время для решения. Нормальный человек всегда позвонит, попросит, объяснит и перенесет. Если вы вовремя предупредили о форс-мажоре, что что-то случилось, ну, честно, я не встречал партнеров, которые бы сказали, нет, вот сейчас и все. Всегда день-два есть люфты. Я всегда так заключал сделки. Не присутствую на рабочем месте. Говорю, ребят, приедет через день, я подготовлю все документы, я буду на месте, все будет хорошо. И все приезжали через день. Тот день, когда я работаю. И получалось все хорошо. Поэтому знание, кто ваш сотрудник, какой категории он относится по поколениям, какой у него типаж, то есть с точки зрения его работоспособности, талант он или не талант, можно ли в нем что-то развить, знание навыков, чего ему не хватает. Все это ложится в основу для работы с нашими сотрудниками. И вот здесь ключевой момент. Не только с нашими сотрудниками, но и с нашими руководителями. Потому что бывают ситуации, когда мы тоже подчиненные. И нашего руководителя точно так же учить необходимо. Но это не означает, что можно к нему прийти и сказать, что правильно делает вот так. Нас просто не услышат. Мы можем создавать ситуации, когда наш руководитель будет учиться вместе с нами. Ну, я вот такую взял картинку. Я не могу без Илона Маска. На этом про поколение, про soft skills, про таланты я заканчиваю. Готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Заранее благодарю, если вы прошли мой опрос, который я дал в начале презентации. На этом все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok